МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Я тут, как видите, немного приболела, потеряла голос и покашливаю. И решила рассказать вам, что должно быть у человека, проживающего на ПМЖ за границей, в аптечке. У меня есть две такие аптечки, которые я храню у себя дома, привожу таблетки из России, потому что здесь попасть к врачу и получить какой-либо дельный совет и дельные таблетки невозможно, практически невозможно. Это занимает очень долгое время, и к тому моменту можно умереть. Поэтому чаще всего в Лондоне за все 8 лет я пользовалась своими лекарствами и занималась самолечением. Тьфу-тьфу-тьфу, мне повезло, у меня хороший иммунитет, и болею я очень редко. В основном это простуды, если ты на жаре и потом резкое похолодание, ночью у тебя окна открыты, и ты, естественно, ловишь какой-то cold, как это тут говорится, catch a cold, catch a cough, словить простуду или словить кашель, то для этого у меня всегда есть таблетки типа портстамол. Портстамол, как бы портстамол это панацея всех болезней в Англии. Портстамол мне помогает только в первый же момент, когда я чувствую, что я заболеваю. Да, можно, в основном я пью питьевой такой порошочек, который я покупаю в Паундленде за 1 фунт 5 порошков, и пью как чай. Чаще всего, если это горло, мне очень часто помогало, сейчас у меня нету с собой очень крепкий алкоголь, буквально там, я не знаю, 30 мг на ночь, хлебнул, как бы горло прогрел и лег спать. Наутро как рукой снимала. Рассказываю, что есть в моей аптечке. Значит, портстамол, ну, это ни о чём, я бы так сказала. Анальгин мне никогда не помогает, но мама иногда приезжает, пьёт его, снимает боли. Я от боли пью и бупрофен. Здесь его у меня нету, наверное. Но его можно купить, опять же-таки, в любом... То есть, портстамол и бупрофен продаётся в любом магазине, типа Бутс, где подаются таблетки по рецептам, ну, и просто какие-то витамины. И я чаще всего покупаю в Паундленде, там всё за 1 фунт. Любые лекарства, которые в свободном доступе, можно купить там. Если уже простуда переходит в более такую бронхиальную стадию, я пью сульфодиметоксин. Вторая часть таблеток, которые я часто употребляю, это таблетки от головной боли, цитрамон. У меня их очень много. Голова болит нечасто, но бывает. И цитрамон мне очень хорошо помогает. На всякий случай я храню очень много пачек активированного угля. Конечно, проверяю всегда срок годности. Если вдруг какое-то отравление, активированный уголь, 10 таблеток, и они должны помочь. Естественно, в каждой аптечке должен быть градусник. Проверяешь, у меня ртутный до сих пор, проверяешь температуру. Если уже что-то не так, там, под 40 или 39, лучше уже обратиться к врачу. Так, в основном у меня 37,6 или 38. Это значит, что организм борется и работает на выздоровление. Значит, если вы переели, и у вас тяжело в желудке, я пользуюсь такими таблетками панкреатией. Его, правда, лучше хранить в холодильнике, тогда эффект будет реальным. Ну, так говорят, не знаю. Я храню его у себя в ящике. От, значит, отравления или, если не сварения, там что-то в желудке происходит, бурление и расстройство желудка, я пью фталозол, иногда пригождается. Когда что-то съел непонятно, и у тебя там всё кипит, бурлит, и надо это всё как-то закрепить. От того, чтобы это наоборот, когда у вас запоры и что-то, ну, уже несколько дней не можете сходить в туалет, очень хорошие таблетки, Ducalax называется. Они продаются в такой зелёной пачечке, тоже в Poundland. Пьёшь на ночь, и через 8-9 часов, то есть когда встаём шутером, всё выходит абсолютно. Очень хорошие мы всей семьёй пользуемся, если вдруг какие-то проблемы с пищеварением. Есть такие глицин, которые мне всегда помогали на экзаменах, когда я очень сильно волнуюсь, я вообще очень эмоциональный человек, и часто переживаю какие-то моменты, пью глицин, 1-2 таблетки, полностью успокаиваюсь, и как бы whatever, тут любят говорить это слово, whatever, будь что будет. Дальше. Обязательно в аптечке должны быть какие-то антибиотики, потому что антибиотики здесь выписывают в очень редких случаях, когда ты уже при смерти. У нас же антибиотики – это нормальное средство, но ты, естественно, должен знать, какими антибиотиками в каком случае должен пользоваться. Сейчас, по-моему, в России тоже уже перестали выписывать антибиотики, выдавать без рецепта, но вот по тем временам ещё мама привозила мне некоторые антибиотики. Слава богу, мне одни не пригодились. Пригодилось что? Мне пригодилось супрастин. Никогда у меня в жизни не было никакой аллергии. Единственное, что я часто чихаю, если в воздухе летает пыль, особенно когда в Россию приезжаю, здесь не так много пыли, здесь всё-таки такой морской воздух. Значит, супрастин мне пригодился совсем в другом смысле. Однажды, когда я вот тут, опять же таки, в этом доме жила с собаками, сейчас я нахожусь на каникулах, хозяева уехали, и я слежу за собаками и за дому. Поэтому вот снимаю видео в их апартаментах. Мне нравится их квартира, очень уютная и просторная. В саду вы видели недавно ролик. Единственное, ну, это об этом я потом расскажу. Очень тяжело подниматься, я живу на пятом этаже их дома. Очень тяжело карабкаться наверх. Собаки уже все больные, с больными лапами приходится таскать их на руках наверх, потому что спят они вместе со мной. Так вот, супрастин мне как раз пригодился однажды зимой, когда они уехали на Рождество, и я жила в их доме с собаками. Я не поняла, что происходит, у меня вся исчисалась, у меня пошли какие-то воспаления на руках, на ногах абсолютно все чесалось. Слава богу, у меня было всего две таблетки супрастина, и выпила таблетку утром, вроде как немножко отпустила, и еще одну таблетку вечером полностью все сняло. Что это было до сих пор не знаю, но есть подозрение на то, что это была аллергия на одеяло, которое было пухово, из какого-то лебяжьего пуха или что-то такое. Я его свернула, запихала в другую и взяла обычное какое-то там поролоновое или микрофибра. Ну, бинты на всякий случай, йод, зеленка, я не пользуюсь йодом чаще всего, пластыри, основная моя тема здесь болезней, это мышцы. У меня от их диванов, от их матрасов, потому что я живу не в своем доме, не могу купить себе тот матрас, который мне подходит. Ну, я живу, я уже говорила, я была няней, или в ин, аупе это называется, вот здесь я живу, как бы у меня есть своя комната, я здесь в этом доме проработала тоже целый год и няней, и плюс собаководом. Матрас, конечно, какой выпадет, такой выпадет. У меня часто бывают зажимы мышц, то есть если матрас неудобный, один раз я, помню, проснулась, вот так вот перевернулась на бок с утра, и всё. Вот так вот и застряла в такой пузе, после чего я пошла в emergency, мне там выписали таблетки. Про emergency я расскажу в следующих роликах, вообще как попасть в больницу, и как общаться с докторами, и так далее. Значит, мне выписали таблетки на основе морфина. Там маленькая доза морфина, но она снимает у тебя боли и зажимы. Называется Coco de Mol. Меня предупредили, пей, когда вот сильная боль, пей одну таблетку, по-моему, не более трёх таблеток в день, и у тебя через полчаса боли уйдут. Но имей в виду, что если ты на улице где-то, смотри по сторонам, потому что ты немножко будешь дизи. Они говорят, дизи – это, ну, немножко не соображающе, как бы под наркотиком, если можно так сказать. Там маленькая-маленькая доля наркотика. Но смотри по сторонам, чтобы тебя не сбило машиной, или, ну, просто фокусируйся, потому что у тебя пойдёт расфокусировка. Чаще всего употребляй дома и никуда не выходи после этого. Эти таблетки я до сих пор хранила. Они по рецепту выписываются. Рецепт любых таблеток стоит 8,50. Ну, сейчас, не знаю, это было последний раз. Я выписывала в 2016 году, когда у меня погиб брат. И я тоже очень сильно переживала. У меня все мышцы, все нервы были зажаты. И у меня всё, всё тело болело. Я попросила выписать, они мне тоже хотели выписать, типа, ибупрофена. Я говорю, а можно что-нибудь посильнее? Если просишь, они тебе дают. Я говорю, вот мне кокодемол помогал. Он мне выписывал кокодемол. Кроме этого, на суставы я надеваю вот такие. Это вот у меня на лодыжку, потому что у меня часто... У меня лодыжки очень худенькие. Я очень много хожу, и так как я не худенькая сама по себе, нагрузка на лодыжки идёт большая. И вот я такие вот надеваю на ногу держатели, которые фиксируют мои лодыжки. Перед этим смазываю их или бупрофеном продаётся тоже в Паунленде, или деклофенаком тоже в Паунленде можно купить, или випросалом. Випросал я уже доиспользовала, выкинула, потому что не... Ну, выкинула, использовала на тюбик, потому что не повезу домой. Ну, или вот такие вот наматываю на коленки. У меня коленки болели. Как-то я очень много ходила, отвозила детей в школу, и в школу, и в школу по 2-3 раза в день. И я свои коленки, коленные суставы очень сильно надорвала. Кроме этого, я ещё их смазывала уксусом яблочным, помню. Говорят, помогает. Ну, вроде как снимала боль. Но всё-таки нагрузка была серьёзная на ноги, и особенно на коленки. И перематывала на ночь, чтобы зафиксировать, чтобы они не двигались лишний раз никуда по сторонам. Что мне ещё из мазей пригождается? Значит, синтомицинка подсушить какие-то раны. Естественно, предварительно надо перекисью водородом обработать ранки. У меня часто бывают мозоли или с собаками, у собак там покусы какие-то, сразу перекисью водородом очищаю ранки, ваточкой промокаю, и потом смазываю или синтомицинкой, или ихтиолкой, если там что-то нарывают, надо вытащить какие-то гнынички. Или бальзам Вишневского, который вообще заживляет любые раны. Даже в годы войны помогала раненым солдатам очень быстро восстанавливаться, от любых ран. Это вещь. А раствор аммиака, ну это если кто-то вдруг, не дай бог, в обморок упадёт, никогда не пригождался альбуцин, у меня уже пожелтел. Хотя написано до ноября 2019 года. Ну, по-моему, был открытый. Это для глаз, если, капельки для глаз, если что-то с глазами, так, чтобы промыть и убрать ненужные соринки. Вот, пожалуй, всё, что у меня есть из мази. Самый, наверное, ходовой предмет из всей аптечки – это пластыри, потому что босоножки, туфли, даже кроссовки иногда натирают тапочки какие-то. Летом это всегда самый ходовой материал из аптечки. Пластырь и вперёд. Ну вот, пока и всё. О системе здравоохранения смотрите в другом ролике. О моих несчастных случаях, которых тут было немного, но они всё-таки были, и я попадала в emergency, это в травматологию, так скажем, где приходится сидеть там по 4-6 часов, чтобы тебя приняли, если ты не умрёшь до этого. Ну, это, конечно, шутки, но в каждой шутке есть доля правды. О системе здравоохранения в Англии я думаю, что вы уже наслышаны, и мы делаем, те, кто проживает здесь, делаем упор на российское здравоохранение всё-таки, потому что русские люди, которые проживают здесь, знают больше, чем терапевты, которые сидят в их поликлиниках и больницах и выписывают нам какие-то рецепты на парацетамол. В общем, пока на этом заканчиваю. До свидания, до новых встреч. Смотрите мои другие ролики. Надеюсь, вам они будут полезны. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok